Тема четырнадцатая. Общественное движение в России первой половины девятнадцатого века. Параграф первый. Тайные организации декабристов. Противоречивая внутренняя политика Александра Первого с преобладанием консервативных тенденций ускорила в начале девятнадцатого века процесс формирования политической оппозиции части дворянства. Распространение произведений европейских философов-просветителей Вольтера, Дидро, Монтескье, Гильвеция и других, а также Отечественная война 1812 года, вызвавшая не только небывалый патриотический подъем, но и более критическую оценку существовавших в России политических реалий, способствовали созданию в дворянской и офицерской среде тайных обществ. Первые тайны организации декабристов возникают после возвращения русской армии из заграничных походов. В 1816 году молодыми гвардейскими офицерами Александром и Никитой Муравьевыми Сергеем и Матвеем Муравьевыми апостолами, Трубецким, Якушкиным был создан Союз Спасения, объединивший тридцать человек. Позднее в него вступил Пестель. Союз выступал за свержение самодержавия и уничтожение крепостного права. Увлеченные масонским лозунгом о свободе, равенстве и братстве, члены Союза вели разговоры о путях достижения своих целей как посредством пропаганды, так и через цареубийство. Это породило разногласия, что привело к распаду Союза Спасения и созданию в 1818 году на его основе Союза Благоденствия, в который входило уже около 200 человек. Его участники, полагая, что мнение правит миром, хотели сначала создать определенную общественную атмосферу, а затем произвести государственный переворот и осуществить революционные преобразования. Союз Благоденствия представлял собой достаточно пестрое политическое сообщество с большим количеством случайных людей. Чтобы избавиться от них, в 1821 году на съезде Союза принимается решение о самороспуске, с тем, чтобы образовать организации единомышленников с более четко сформулированными принципами. В 1821 году члены Союза Благоденствия Несогласные с его распуском образовали на Украине Южное общество во главе с Пестелем. Северное общество во главе с Никитой Муравьевым и Рылеевым возникло в 1822 году в Петербурге. Пестель разработал программный документ Южного общества «Русскую правду». Согласно русской правде, Россия провозглашалась единой и неделимой республикой с однопалатным парламентом, народным Вече. Таким образом, этот документ имел антифеодальное содержание и провозглашал принцип унитарности государства. Напротив, по конституции, уставной грамоте славяно-русской империи Никиты Муравьева, программе «Северного общества», Россия превращалась в конституционную монархию, организованную на принципах федерации. Конституция Муравьева демонстрировала более широкий подход к обеспечению прав личности. Обе программы отменяли сословные деления общества и провозглашали гражданские и политические права. Достичь своих целей декабристы предполагали путем военной революции, осуществленной под руководством тайных обществ. После ее успеха предусматривалось введение 10-15-летнего переходного периода, во время которого власть должна принадлежать временному верховному правлению. Его главной задачей было обеспечение, пусть даже самыми жесткими мерами, условий для утверждения новых социально-политических отношений. Параграф 2. Восстание на Сенатской площади В ноябре 1825 года в Таганроге неожиданно скончался император Александр I. По российскому законодательству новым царем должен был стать следующий сын императора Павла Петровича Константин. Однако Константин еще при жизни Александра отрекся от престола в пользу третьего брата, Николая. Об этом факте было известно лишь узкому кругу лиц. Поэтому после смерти Александра правительственные чиновники и армия присягнули Константину. Он вскоре подтвердил свой отказ от престола, и вследствие этого была назначена переприсяга Николаю. В стране сложилась необычная ситуация между царствием. Этой ситуацией решили воспользоваться руководители Северного общества. 14 декабря 1825 года Московский полк вышел на Сенатскую площадь к памятнику Петру I. Позднее к ним присоединились гвардейский морской экипаж и лейб-гвардия Гренадерский полк, всего около трех тысяч человек. Имевшие четырехкратное превосходство верные Николаю войска оцепили их. Выяснилось, что Сенат уже присягнул новому императору и предъявлять манифест о верности конституционным нормам некому. Диктатор восстания князь Трубецкой на площадь не явился. Надеявшиеся на мирные разрешения противостояния восставшие отбили несколько конных атак, но в контрнаступление не перешли. Убийство декабристом Каховским генерала Милорадовича, пытавшегося уговорить восставших солдат присягнуть Николаю, стало поводом для решительных действий верных Николаю войск. Под градом картечи восставшие рассеялись. Восстание в Санкт-Петербурге потерпело поражение. 29 декабря 1825 года по решению Южного общества началось восстание Черниговского полка на Украине. Его возглавили Сергей Муравьев-апостол и Бестужев-рюмин. Пестель к этому моменту был уже арестован. После неудачных поисков сочувствующих частей восставший полк 3 января 1826 года был разгромлен правительственными войсками. К следствию, а затем к суду по делу декабристов, было привлечено 579 человек. Пятеро Пестель, Сергей Муравьев-апостол, Бестужев-рюмин, Каховский и Рылеев были повешены. Остальные разжалованы и сосланы на каторгу в Сибирь. Часть солдат и матросов были забиты шпицрутанами, другие отправлены в Сибирь или в действующую армию на Кавказ. Первое в России организованное противостояние власти, несмотря на поражение, способствовало осознанию правительством необходимости перемен. Параграф 3. Теория официальной народности. Реакции на неудачу либеральных преобразований Александра Первого и поражение выступлений декабристов стало нарастание традиционалистских настроений в русском обществе. Именно на эти настроения опирался министр народного просвещения граф Уваров, создатель теории официальной народности, суть которой отражала формула «самодержавие, православие, народность». Самодержавие признавалось национальным стержнем всей общественной жизни. Вследствие этого служения ему становилось гражданской доблестью. Духовной опорой государства было православие, обеспечивающее единение монарха и народа. Такое триединство представлялось незыблемым, а его разрушение вело бы к гибели государства. Рупорами правительственной идеологии были популярные журналисты «Булгарин» и «Греч», издававшие газету «Северные пчела». Идейно обосновывали и подробно разрабатывали так называемую русскую идею профессора Московского университета Погодин и Шевырёв. Они резко противопоставляли Россию гниющему революционному Западу. По мнению идеологов официальной народности, именно благотворное влияние самодержавия и попечительная власть самодержца обеспечивали России социальный мир. Параграф четвёртый. Славянофилы и западники. В дореформенное время превалирующими в общественном сознании были вопросы «Кто мы?» Какова роль государства, народа, интеллигенции? Их постановка последовала за сенсационной для того времени статьёй Чаодаева о том, что Россия является страной без истории, не внёсшей своего вклада в развитие мировых цивилизаций. Государство отреагировало на такие высказывания просто. Чаодаева официально объявили умалишённым. Однако в обществе, в зависимости от отношения к выступлению Чаодаева, произошёл идейный раскол. Представители одного лагеря стали называться славянофилами. Основоположниками славянофильской доктрины считаются Хомяков, Самарин, братья Киреевские, братья Аксаковы и другие. Общество, говорили славянофилы, который вне самого себя ищет сил для самосохранения, уже находится в состоянии болезненности. Русская история вовсе не идеальна и бескризисна, она сложна и драматична. Однако движение России, преодоление кризисных состояний не может быть осуществлено внешними, лежащими за её пределами силами. Вместе с тем, славянофилы не были непримиримыми к Западу и ненавистниками реформ Петра I, как их изображали их идейные противники. Славянофилы, с одной стороны, считали разумным отмену крепостного права, а с другой выступали против всяческой революции. Идейными противниками славянофилов были так называемые западники. Они не видели в историческом движении России практически ничего достойного внимания и сохранения, а особенности её развития представлялись им только отсталостью. Россия и Европа, полагали западники, исторически движутся в одном направлении. Задача состоит в том, чтобы подогнать Россию к уровню Запада. Крайние течения западников не исключало революционных преобразований, однако в большинстве своём они предполагали мирный путь отмены крепостного права, создания представительских учреждений или конституционной монархии. Яркими представителями западничества были Белинский, Грановский, Кавелин, Чичерин, Анинков. Параграф пятый. Радикально-демократическое течение. По мере развития общественной мысли от западников постепенно отделялось особое направление, представителями которого были Герцен, Огарёв, Белинский. Занимая радикальные позиции, они пришли к отрицанию общественного уклада современной им Европы. Предоставляя гражданам формальные политические свободы, этот уклад не спасал тысячи людей от нищеты. Белинский, Герцен и их единомышленники видели спасение в социализме, справедливом общественном строе, в котором отсутствует частная собственность и эксплуатации человека человеком. Пересматривая социалистические принципы Сен-Симона и Фурье, выдвинутые в начале девятнадцатого века, русские радикалы пришли к выводу, что первый достигнет социалистического будущего не Европа, глубоко погрязшая в буржуазной стихии, а Россия, которой буржуазные отношения пока чужды. С их точки зрения, Россия должна миновать капитализм и войти в социализм через общину. Естественный процесс политического развития в России им казался слишком медленным, и вскоре они постепенно стали склоняться к революционным методам освободительной борьбы. Постепенно социалистические взгляды получают более широкое распространение в русском обществе. В 1844 году в Петербурге образовался кружок Буташевича-Петрашевского. В кружок входили главным образом учителя, студенты, литераторы, чиновники. На собраниях петрашевцев бывали Салтыков, Щедрин, Достоевский. Большинство петрашевцев, в отличие от либералов, выступало за республиканское устройство государства, полное освобождение крестьян без выкупа. Наиболее популярным в их среде было утопическое учение Фурье. На собраниях обсуждались планы организации народного восстания, после которого предполагалось проведение широких демократических выборов. В 1847-1848 годах правительство разгромило общество петрашевцев, но в сущности кружок петрашевцев стал предтечей будущих радикально-революционных организаций. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова